Здравствуйте! Это программа День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Безопасность на дорогах. В Рязани прошел международный форум интеллектуальной и транспортной системы России. Презентация проекта «Открытая мастерская». Рязанское библиотечное общество получило очередной президентский грант. Тише едешь, дальше будешь. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд по маршрутным такси. С 29 по 30 марта в Рязани проходит ежегодная конференция под названием «ИТС регионом». Она проводится в рамках международного форума интеллектуальной и транспортной системы России. Камеры слежения за ситуацией на дорогах города, общественным транспортом, а также первые прототипы предметов телемедицины. Это выставка разработок и решений в области интеллектуальных транспортных систем. Как отметили участники, важно понимать, что «ИТС» – это не камеры на дорогах и датчики ГЛОНАСС в общественном транспорте, а нечто большее. Здесь мы представляем региональную навигационную информационную систему, которая состоит из 8 подсистем мониторинга транспорта. Это пассажирские перевозки, школьные автобусы, медицинский транспорт, наружные техники, ну и другие. И две специализированные подсистемы – это система информирования населения и адаптивное управление дорожным движением. Многие из этих систем уже внедрены в транспортную сеть города. Однако есть и инновационные. Например, устройство дистанционной телемедицины. В ближайшем будущем оно может почти полностью исключить человеческий фактор в предрейсовом осмотре водителей. Здесь можно измерить давление, температуру тела, а также уровень алкоголя в крови. После дистанционного медицинского контроля выдается небольшая наклейка, на которой сказано – допущен водитель к рейсу или нет. Конференцию интеллектуальной транспортной системы регионам открыл Николай Любимов. Он рассказал, что Рязанская область входит в число 36 субъектов страны, где реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». От нашего региона участвуют такие города, как Рязань, Новомичуринск, а также Спасский, Клепиковский, Рязанский и Рыбновский районы. Николай Любимов подвел небольшую статистику за 2017 год. Губернатор рассказал, что в прошлом году на ремонт федеральных и региональных автодорог было потрачено более 1 миллиарда 200 миллионов рублей, на которые отремонтировали 178 километров дорожного полотна. В 2018 году на реализацию проекта будет направлено 1 миллиард 460 миллионов рублей, из которых 730 миллионов рублей средства из федерального бюджета. Мы планируем отремонтировать 41 объект дорожной инфраструктуры и 113 километров до автомобильных дорог, устранить 10 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Работы предстоят на 35 участках автомобильных дорог. На форуме обсуждались вопросы сохранности и содержания федеральных и региональных автодорог, и повышения качества и безопасности транспортных услуг. Главная цель, как отметил губернатор, это обмен опытом, а не набивание собственных шишек. В конференции приняли участие руководители региональных транспортных ведомств субъектов Российской Федерации, подведомственные учреждения Федерального дорожного агентства и представители исполнительной и законодательной власти федерального уровня. Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов рассказал, что Рязань, как место проведения форума, выбрана не случайно. Почему мы и организовались, и предложили, и вышли с инициативой провести это мероприятие здесь, только потому, что увидели, что действительно Рязанская область – один из лидеров в части внедрения интеллектуальных транспортных систем у нас в стране. На международном форуме было подписано два важных соглашения между членом Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы Российской Федерации Сергеем Теном и генеральным директором Ассоциации «Радор» Игорем Старыгином. Документы включают в себя взаимодействие в сфере внедрения цифровых технологий транспорта и развития информационных и коммуникационных технологий. Этот день мы приближали, как москвит. Впервые в рамках мероприятия состоялся молодежный хакатон, посвященный разработке программ и проектов, связанных с цифровыми технологиями на транспорте. В нем приняли участие три рязанских и два московских вуза. Международный форум ИТС регионам продлится до 30 марта. На следующий день участники обсудят вопросы создания эффективных и региональных ИТС. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В четверг, 29 марта, состоялось очередное заседание Рязанской городской думы. На повестке дня стояло несколько десятков вопросов. Среди них изменение бюджета Рязани. Подробности далее. Заседание Рязанской городской думы началось с минуты молчания в память жертв трагедии, произошедшей в Кемерово. В ходе заседания депутатами были рассмотрены изменения бюджета Рязани. Так, за счет поступивших межбюджетных трансфертов почти 42 миллиона рублей дополнительно будет направлено на проведение работ по безопасности дорожного движения, в частности, на оборудование перекрестков умными светофорами. Данная автоматизированная система будет изучать транспортный поток и регулировать работу светофоров для повышения пропускной способности. Кроме того, за счет перераспределения бюджетных средств 16 миллионов рублей запланировано направить на финансирование нового муниципального учреждения «Лесопарк», которое будет заниматься развитием территории и созданием новых мест отдыха. В ходе заседания депутаты Рязанской городской думы назначили ряд публичных слушаний. Так, 11 мая в 18 часов в Малом зале администрации обсудят проект изменений в генплан Рязани в Сысоеве. Проектом предусматривается изменение границ нескольких участков, которые расположены в зонах лесопарков, неселительных территорий и кладбищ. Отмечается, что зона кладбищ не превысит 40 гектаров, а дополнительные территории защитной зеленой зоны составят более 20 гектаров. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». И снова ДТП, и снова маршрутное такси. В последнее время количество происшествий с этим видом общественного транспорта неуклонно ползет вверх. Чаще всего происходят они по вине самих водителей, а страдают именно пассажиры. В разгар дня 28 марта на улице Новая произошло дорожно-транспортное происшествие. 29-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением. В результате машина наехала на фонарный столб. В результате происшествия травмы головы, ушибы и ссадины получили три пассажирки в возрасте от 26 до 49 лет. После оказания медицинской помощи они были отпущены. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства выясняются. Сотрудники госавтоинспекции продолжают проводить плановые рейды. В этот раз они проверили маршрутные такси города, которые ежедневно перевозят жители Рязани. Подробности в сюжете Ирины Ковалевой. Главной целью профилактического мероприятия автобус, который провели сотрудники госавтоинспекции в четверг 29 марта, является выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств, что, к сожалению, на наших дорогах бывает нередко. В ходе надзора за дорожным движением чаще всего выявляются такие административные правонарушения, которые стали, к сожалению, нередкостью для водителя маршрутных транспортных средств. То есть это поворот не с той полосы, не применение ремней безопасности, не применение необходимых световых приборов на транспортном средстве. Также нередко встречаются транспортные средства, техническое состояние которых не соответствует требованиям регламента. На одной оси, например, установлена резина с разным рисунком протектора, установлена резина с повреждениями, не работает аварийная сигнализация, не работают стоп-сигналы и так далее и тому подобное. В первую очередь при остановке транспортного средства инспекторы проверяют необходимую документацию, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, наличие путевой документации. Также большое внимание уделяется оснащению салона, наличие аптечки, огнетушителя, исправность дверей, аварийных выходов. У остановленных в ходе рейда маршрутных транспортных средств в момент нашей съемки сотрудники госавтоинспекции нарушений не выявили. Однако сегодня в ходе рейда они уже привлекли к административной ответственности пять водителей маршрутных такси. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Проект «Открытая мастерская Рязанского библиотечного общества» получил грант президента Российской Федерации. 29 марта в Рязанской областной детской библиотеке прошла презентация данного проекта. В чем его суть и как проходит реализация, расскажет Ирина Ковалева. Рязанское библиотечное общество уже более 10 лет принимает участие в конкурсах на гранты президента и уже неоднократно их выигрывало. В этот раз президентским грантом отмечен проект «Открытая мастерская». Смысл этого проекта – организация «Открытой мастерской», то есть творческие занятия для детей по рукоделию и робототехнике. Но эти занятия направлены на занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Размер гранта очень скромный – чуть более 355 тысяч рублей. На эти деньги уже было закуплено необходимое оборудование – материалы для занятий рукоделием, наборы робототехники, а также широкоформатный принтер и ноутбук, так как в ходе мастер-классов планируется использование в том числе и видеоуроков. Проведена не только вся необходимая подготовка, но и первые занятия. На них ребятам рассказали, что такое робототехника и как роботы помогают людям в современном мире. Кроме того, ребята получили задание нарисовать своего робота и объяснить, чем он будет полезен. К работе они подошли очень творчески. Был робот-тренер, который тренирует теннис. Очень много было робото-защитников. Каждый второй ребенок предлагал робота-полицейского или робота-защитника. Одна девочка мне нарисовала робота-семью, где мама – уборщица, сын – микроволновка, он маме испек уже пирог и несет, а папа – художник. То есть робот, который рисует какие-то произведения, искусство создает. Ну, роботов-уборщиков тоже было очень много. Когда я спросила, хотите ли вы, чтобы, так как есть роботы-учителя, хотите ли, чтобы роботы помогали учителям, они сказали, что было бы неплохо, если бы рядом с нашим учителем стоял робот, который нам показывал какую-то визуализацию. На презентации проекта в Рязанской областной детской библиотеке присутствовали представители различных общеобразовательных учреждений, которые заинтересованы в сотрудничестве в рамках данного проекта. Среди гостей презентации – учителя 10-й школы, где обучаются дети с нарушением устной и письменной речи. Для нас это очень интересный проект, потому что наши дети не имеют возможности заниматься где-то после школы, посещать дополнительно какие-то кружки, секции. Поэтому мы будем организованно посещать эти занятия. Я считаю, это большой плюс для наших детей, потому что, в первую очередь, это развивающие занятия. Во-вторых, здесь общение для детей организовано будет. И наша цель, в первую очередь, это социализация детей с ограниченными возможностями. Предполагается, что в рамках открытой мастерской будет охвачено порядка 200 детей. Однако, как отметили авторы проекта, это далеко не предел. Библиотечное общество и Рязанская областная детская библиотека открыты для сотрудничества со всеми желающими принять участие в данном проекте. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Почему мы не замечаем красоты касимовской природы? А может, просто не в состоянии разглядеть? Проект «Код русской провинции» помог многим касимовцам по-новому взглянуть на родной город. Подробности смотрите в сюжете наших коллег из Касимова. Проект «Код русской провинции» – победитель конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В рамках проекта в Касимове прошел конкурс детских рисунков «Мой Касимов». В нем приняли участие 42 юных художника. На суд жюри было представлено более полусотни работ. Выполненные в разных техниках и стилях, все они посвящены прошлому и настоящему Касимова и повествуют о том, как преображался древний город на оке. В Центре культурного развития наградили победителей и лауреатов. Я очень рад, что действительно провинциальные города вошли сейчас в такой проект, в котором они покажут все свои исторические объекты. И действительно те краеведения и те работы, которые проводят музеи, они действительно дойдут до людей. Мы расскажем о своем городе. Поэтому хотела всем пожелать успешной работы в этом древнем деле. Работы всех конкурсантов станут иллюстрациями для календаря. В номинации «Современный город» в младшей возрастной группе первое место занял Тимофей Кирей. Семилетний Тимофей свою работу выполнил из шерсти. Я резал шерсть, потом я вот так вот щипал ее, брал и вот так вот сложил вот тут до сих пор. Потом я делал небо и все потом остальное. Касимовым вдохновляются творческие люди. Его история не дает покоя пытливым умам ученых и исследователей. Проект «Код русской провинции» стал возможностью пополнить копилку знаний о своей малой родине и внести личный вклад в создание базы краеведческой и туристко-навигационной информации о Касимове. Самые важные, по мнению жителей, объекты города войдут в систему туристической навигации и будут оснащены табличками с информацией, закодированной в кюр-кодах. Касимов очень интересен своей историей, но очень интересен своим культурным наследием, потому что это уникальное сочетание совершенно разных вещей. Мы все, конечно, знаем о Касимове как центре Касимовского ханства и соответствующих памятник, которые остались. Но ведь Касимов еще очень интересен своей застройкой начала 19 века. То есть, если хотите, Касимов – это такой самый классический образец русской провинции. И это можно увидеть и сегодня воочию на центральных улицах. Кстати, несмотря на то, что, конечно же, приезжая в любой малый город, очень хочется, чтобы это все было еще краше, новее, отреставрированнее. Но, тем не менее, Касимов – очень хорошо сохранившийся старый город. Любовь – она ведь тоже понятие не абстрактное. Любовь – это желание жить и работать на родной земле и делать для нее что-то полезное. Собственно говоря, вот в этом цель. И наш проект, несмотря на то, что он такой внешне совершенно гуманитарный и, казалось бы, такой вот не самый значимый, на самом деле, я считаю, он имеет решающее значение, потому что он, ну уж извините за такое слово, мобилизует население на деятельность. А деятельность и активность населения в малых исторических городах, она как раз сегодня очень необходима. Реализация проекта «Код русской провинции» в нашем городе продолжится. Касимов – один из четырех пилотных городов, на базе которых будут проводиться важные исследования. Семинары и квесты – творческие и краеведческие конкурсы. Три остальные – это город Драгобуш на Смоленщине, Тутаев в Ярославской области и Кашин в Тверской области. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин